канал о моделизме здравствуйте наши уважаемые подписчики и просто здравый люд с вами аев студия и алексей соловьев привет лишь добрый день дорогие друзья вы все помните у тебя помните прекрасно обзоры на вот эти замечательных малышей мы вам показывали их очень подробно и вот теперь восстав из пучины пластиковых деталей из коробки вырвался вот такой вот серый тигр белый тигр там как угодно дело в том что он находится в грунте грунт это из баллона фирмы хамбрл ну а нам сегодня предстоит задача покрасить этого малыша мы абсолютно вольны в выборе красок выборе цвета но я подобрал одну цветовую схемку она мне очень понравилось она была правда на другой машине вот на сорок четвертый год но тем не менее мы ее сделаем на этом тигре имеем полное право лишь многие ждут этого выпуска нифига себе алексей соловьев отходит от канонов и может красить как хочет вот но мы сегодня вот видите зеленая красочка у меня готова это мистер хобби рлм 82 он будет зеленым этот тигр сейчас и удивятся как же чего зеленый трофейный что советские нет он будет немецкий но начнем мы с зеленого цвета это будет очень интересное цветовое решение я надеюсь вам оно понравится сейчас мы будем наносить базовую краску на эту модель на чеша скажу пару слов извини вот на подставочке вот такой стоит это вот да это будет под него подставочка он будет вот так вот это так скажем ну не пенопласт это такой вот полистирол ну да это используется как утеплитель веруами аренда обе вот такие магазины там вы можете это купить до в нашем деле очень хорошая штука большой листом метров на 60 что ли что-то в районе 50 рублей ну да в общем то его хватит надолго давление в аэрографе единичка красочка разбавлена и мы начинаем работать наносить базовый свет и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok по передней кромке немножко высветлили. И теперь уже работаем по верху корпуса. Это люки, высветляем все. Боковые части вот можно без карточки просто вот так сбоку наешку сделаем. И засветляем их. Смотрю, грузили поврежден, да, у него? Ну, конечно, он же боевой все-таки. Здесь даже у него есть полевые какие-то отверстия. Где вот эти крышки, закрывающие. Самый такой видавший виды, боевой. Ну, как он и был в реальности. Танк. Легенда танк. Символ. Я знаю многих людей, которым нравился именно вот «Тигр». Как он построен, как вот его вот эта углова. Ну да, такая коробчатая машина, в общем-то. На самом деле, даже сами немцы, они больше предпочитали именно сам «Тигр», нежели там «Королевский Тигр». Кстати, название «Королевский Тигр» употребляется исключительно среди моделистов. Сами немцы этот танк так называли крайне редко. Назывался он официально «Тигр-2» или «Тигр модификации «Б». А «Королевский Тигр» это уже, так скажем, наверное, придумано журналистами. Может быть, или какими-то военными. И подхвачено уже в среде в нашей моделистке. Вот высветлены также бортовые экраны. То есть, мы их делаем от угла и назад. Вот высветление сейчас, на самом деле, не самые яркие. Потому что, ну, это был первый слой. Поэтому сейчас я добавлю в смесь, обязательно делаем высветление по каткам. Причем, внешние катки мы можем интенсивнее высветить, а внутренние вообще не трогать. То есть, вот эти, которые остались внутри, мы их так и оставляем. Сейчас переходим к башне. Башенка. Все очень такое миниатюрное. Но, на самом деле, очень интересно работать вот с этой моделькой. Необычные такие ощущения. Вроде бы, красишь тигра, а в то же время и нет. И он, знаешь, позитивное настроение, когда я его беру в руки. Он такой, малыш такой, пузанчик. И такой сразу, когда красишь, не от краски, заметьте, товарищи. Мне кто-то сейчас скажет, не от краски. А вот ты его в руки берешь и какой-то такой мультипликационный, да, с детства. Ну, какой-то такой, да, настрой, на самом деле, очень интересный получается. Обязательно попробуйте, ребят. Попробуйте. Если вы хотите другие, возьмите там танчик. Обязательно попробуйте. Вот правильно Алексей говорит, ощущения вообще не передаваемые. Мне кажется, друзья, давайте мы посмотрим за Алексеем. Когда он красит танчик в 35-м масштабе, делает его копильным там, по каким-то фотографиям, искусственным, у него другое выражение лица. А здесь вы посмотрите, он кайфует. Итак, башенку мы высветлили, но это еще не все. Я хочу все-таки усилить несколько наших высветлений. Для этого что нужно сделать? Сейчас у меня в аэрографе очень много нашей смеси, я ее белой краской не перекрою. Поэтому я просто сейчас травливаю лишнюю краску в бачок с отходами, в отстойник наш, так скажем. Потому что мне эта краска сейчас не понадобится в таком количестве, чтобы ее смешать с белой и сделать ее посветлее. А вот некоторые желтые смешали. Ну я сюда добавил желтую, она же XF60 темно-желтый был. С зелеными цветами вообще очень интересная история. На самом деле этот цвет высветлять можно такими невероятными. Там и песочные, и белые, и с добавлением желтого вариантов массы. Я вот, например, сейчас попробовал вот такую схему из трех цветов. Можно было сделать схему там только из двух цветов. На самом деле все надо делать экспериментальным путем. Здесь нет никакого правила. И это касается и даже 35-го масштаба. Все равно надо делать так, чтобы смотрелось интересно на самой модели. Ну вот сейчас у нас уже этой краски становится немного. Можем добавить белый цвет и немножко разбавителя. Для того, чтобы более плавные линии получались. Друзья, вот не повторяйте, то, что делает Алексей именно лить там краску сразу в аэрограф из горлышка. Он просто профессионал. Некоторые вот начинающие моделисты пишут мне в сообщении в личное там и на почту. Вот я начал лить там эту, это как Алексей показывал, у меня все залилось. Друзья, это с опытом приходит. Конечно. Возьмите пипетку там, я не знаю. Так можно делать, да. Только если вы уже, ну, навострились, чувствуете краски, чувствуете. Все. А так, конечно, делать не стоит. Пробуйте сначала на шприцах. Шприцами дозируете все, наливаете и все у вас получится. Теперь мы делаем чуть-чуть меньше, да, оставляя и тот эффект, и эффект. Ну, мы его не перекрываем, то есть я делаю чуть ярче его. Чуть ярче, да. Просто вот у самых граней я делаю сейчас эффект поярче. Просто ты выделяешь прямо самые грани? Да, сейчас я выделяю только самые грани. Вот на пулеметной установке, вот на приборе наблюдения механика. То есть на самых высоких граней, да? Ну, вот по кромкам, да, вот. Стараемся пройтись так, чтобы было немножко поинтереснее наш окрас смотрелся. Если наши подписчики пишут, ребята, вот у вас там смотрится как, я не знаю, извините за уражение, как девушка, которая стоит там на Тверской. Накрашенная, перекрашенная, там, скажем так, нарядная, да, смотрится красиво. Ну, во-первых, можно позавидовать фантазии этого человека, который написал такой комментарий. Наверное, он... Я даже не видел такой комментарий. Я тебе покажу. Интересно. Вот. Вот. Игорь, а другой пишет, что у нас как в танке через фотошопом. Как обработанный в таком сильном фотошопе. Ну, за это скажу спасибо. Да. Превзойдем компьютер. Да. Это сильно. Превзошли. Так что делаем как в фотошопе вживую. А некоторые программы писали, да? Зря старались. Ну, они просто не знали, что мы так сможем переиграть их в этом плане. Друзья, ну, это мы к чему говорим? К тому, что как вам нравится, так вы и красите. Вы можете просто взять вот этот танк, окунуть его в бочку с краской и будет так. Если вы от этого получите удовольствие, бывает и будет. Ну, конечно. Все. Корпус у нас готов в плане высветлений. Сейчас мы делаем такие же высветления по башне. Леш, а вот ты краску размешиваешь. Многие спрашивают какие-нибудь растворители. Ну, я всяким. Я и Авророй хобби работаю и кавом. В общем, что под руку попало, тем развел. Ну, то есть все равно фирменные. Ну, конечно. То есть я там white spirit или водкой, я даже спиртом не развожу, потому что спиртом можно мыть, но не разводить. Хотя сейчас кто-то скажет, что он всю жизнь разводит спиртом и все хорошо. Ради бога. Значит, мы закончили с базовым слоем, а теперь мы будем начинать делать камуфляж. Ну, сначала надо помыть аэрограф, конечно. И тогда мы уже приступим. Теперь приступаем к нанесению камуфляжа на нашу машинку. Значит, первый цвет у нас будет немецкий песочный. Как его дункельгель, как угодно называйте. Ну, дункельгель, конечно, правильно. Значит, я смешал, опять же, на глаз белый с XF60, чтобы получить несколько светлые тона. И сейчас мы начинаем рисовать камуфляжик по самой машине. Это будут такие разнообразные полосочки. Я сначала буду, конечно, виноват, что поверну к себе. Потом я все, естественно, я все покажу, чтобы вам было все видно, красиво. А сколько цветов будет? Ну, он будет трехцветный. Классический немецкий камуфляж. Классическая песочная пескаflowsחка ну вот сейчас я могу здесь продемонстрировать вот у нас пятна пошли сейчас я их более четко буду еще раз выводить чтобы они смотрелись у нас очень ярко там надо будет делать по два по три прохода для того чтобы их хорошо подчеркнуть но сейчас пока да ну вот у нас уже интересная такая интересная конструкция камуфляжа но сначала я его просто намечаю а потом уже я его начинаю отрисовывать уже по намеченным контуром еще раз прохожусь что все было четко да такой же точно камуфляж такого же типа просто сейчас я намечаю его а потом уже буду прорисовывать детально какие-то декали ну а как же конечно кресты там номера все как положено все соответствие с правилами с геральдикой но это все таки танк несмотря ни на что это все таки танк и своего не это самое вообще ребят да здесь уже ваша фантазия да нет ну можно сделать так как угодно за то есть тут требования никаких нет нам я говорил что это вселенная она наверно предполагает там какие-то у них определенные цвета были там или какие-то там армии там за которые они сражаются я не знаю не смотрел их мультик или что это игрушка ну да поэтому в данном случае ну и то я хочу сказать что в играх танки можно тоже перебрасывать так как тебе естественно поэтому здесь маркировка может быть любая абсолютно можем делать ее там не немецкую там дороге угодно такую это никакого особого принципиального значения будет ну вот у нас получилось башенка сейчас еще для разнообразия наверное на катках все-таки я сделаю тоже такие полосочки чтобы было поинтересней на ближние ну да вот так мы покажем чтобы было красиво хорошо ну теперь мы меняем опять цвет будем добавлять сюда еще один теперь третий цвет камуфляжа у нас коричневый это шоколадный коричневый мистер хобби и там я белая опять смешиваем вместе и начинаем рисовать пятна но не параллельно или поперек а мы будем подчеркивать желтый контур в некоторых местах вот этим вот цветом ну конечно подчеркиваешь да ну не везде в определенных только участков то есть он у нас будет дополняться вот этими коричневыми пятнами нет но тут уже их и не сделаешь никак они я бы в тридцать пятом бы здесь их не стал делать потому что это очень коричневый цвет специально я сейчас сделаю он идет светлее можете обратить внимание кто-то может подумать что он какой-то фиолетовый там он коричневый он высветлен я высветлил его именно для того чтобы при дальнейших работах с машиной когда у нас если бы очень просто просто коричневый из баночки цветом был бы очень темный и он бы очень сильно контрастировал на фоне остального танка и бросался бы в глаза а так мы все-таки формируем единый целостный образ ну а при работе с маслом прочими эффектами конечно но если нет а тут все как настоящий в обычной модели то здесь не надо что-то упрощать то есть оно должно быть так же как и модели 35 масштаба очень идет вот этому ну он такой да вот он немецкий камуфляж вот такие были камуфляжи сорок четвертом году там ближе к концу войны но схема до схема мной взята реальная существовавшая ну конечно я ее брал не стигра там другая машина была но все равно то есть она сама схема принцип то есть когда мы в данном случае некоторую историческую справедливость все-таки соблюдаем несмотря ни на что вот у нас по корпусу по машине уже вот и я еще раз повторю коричневый специально такой чтобы он гармонировал то есть он не должен сейчас выбиваться в глаза из общей картины если сейчас бы я взял просто коричневый цвет и начал бы им отрисовывать эти пятна он был очень начал бросаться в глаза как темная так это единая композиция пользоваться можете использовать и на технике в тридцать пятом масштабе минута надо конечно все-таки ориентироваться на цветовую схему чтобы у вас совсем получилось все интересно ну да я делаю именно так чтобы коричневый не сильно выбивался из общего и по башне тоже да все точно так же а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...